Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Анастасия Лаврова. Смотрите сегодня. Помешали уйти домой. По какой статье судят рецидивиста? Ворота упали на ребенка. Кто ответит за сломанный позвоночник? И хлебовозка против поезда. Почему встреча стала неизбежной? Сегодня утром на железнодорожном переезде в Таврическом районе Омской области погиб человек. Это 31-летний житель Павлоградки. Его грузовой автомобиль «ГАЗ» врезался в товарный состав. На кадрах мы видим, что осталось от машины хлебовозки. После такого столкновения шансов выжить у рулевого практически не было. Он скончался на месте. Известно, что схода локомотива с рельсов не произошло. На месте происшествия весь день работали сотрудники МЧС и УВД. По предварительным данным водитель грузовой «ГАЗ» двигался с района поселка Таврическое в село Новоуральское. В нарушении правил дорожного движения выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с товарным составом. В результате ДТП водитель данного автомобиля, мужчина 83-го года рождения, скончался на месте. В данное время проводится проверка. И еще по одному ДТП сейчас сотрудники полиции проводят проверку. В аварии также фигурирует грузовая «Газель». Ее водитель в районе пересечения улиц Красных Зорь, 20-я линия, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автобусом. В салоне находились 20 читинских футболистов, тренерский и административный состав команды. Они ехали на матч. Никто серьезно не пострадал. Читинцы успели на первенство России среди команд 2-го дивизиона «Востока». Команда сыграла матч против Омского Иртыша. Подробности смотрите в программе «Новости» сразу после нашего выпуска. А вот игра в футбол у детей закончилась трагически. Прокуратура проводит проверку по факту падения футбольных ворот на школьницу. В Омске на спортивной площадке во дворе дома по улице Волгоградская тяжелая металлическая конструкция придавила девочку. По данным полиции, ребенок потерял ключи от дома и начал искать их в траве. В этот момент мальчик, игравший рядом, пнул ногой мяч. Он попал в футбольные ворота. От удара они упали. В настоящее время по данному факту проводится дальнейшая проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Она вот так отрискачала. Я не подсказнулась, упала у нее на подсозночный. И потом увидели взрослого и помогли. Девочку госпитализировали в городскую клиническую больницу номер 3 диагноз «перелом поясничного позвонка». Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное. По словам очевидцев этого случая, школьницу уже выписали. В Ленинском районном суде Омска начался процесс по делу Сергея Рупа. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В жести мы уже рассказывали о поножовщине, которая произошла в марте в здании медсанчасти номер 4. По версии следствия, Руп, будучи пациентом лечебного учреждения, набросился с ножом на персонал больницы. За медсестер вступился другой пациент Сергей Телегин, за что и получил удар в область туловища. Что требуют родственники потерпевшего и что грозит Рупу за его поведение. Материал Юлии Воробьевой. Дышать, кашель, спать не могу. Если я лежу на спине, мне плохо. Я кашляю, кашляю себя. Я задыхаюсь. Сергей Телегин проходит по делу, как потерпевший. Он заступился за медсестер. Говорит, что до сих пор не восстановил свое подорванное здоровье. Специалисты оценили его травмы, как тяжкий вред здоровью. Ведь Руп проткнул ножом легкое Телегину. Легчесть покупаю лекарства. А денег-то еще. У меня мама будет постоянно лекарства покупать. А работать я не могу. А работа есть. По прогнозам врачей, Сергей сможет выйти на работу не раньше, чем через полгода. Мать Сергея Людмила Телегина рассказывает, что подсудимый Руп даже не извинился. Оплачивать дорогостоящий курс лечения отказался. Поэтому Телегины без зазрения совести обратились в суд. Подали иск на возмещение материального и морального вреда. Будем просить столько, сколько положено. 200 тысяч. Пускай выплачивает хоть всю жизнь. Хоть по 10 рублей. Мне все равно. И чтобы его наказали за то, что он сделал. Чтобы только его закрыли. И чтобы он сидел и отвечал за свои поступки. Подсудимый Сергей Руп свою вину не признает. Поэтому уголовное дело, которое планировали рассмотреть в особом порядке, рассматривают в общем порядке. Руп говорит, что инцидентов в больнице можно было избежать, если бы персонал медсанчасти дал уйти ему домой. Я просто хотел уйти домой. Я попросил меня просто выпустить домой. Они просто могли открыть. Нет, дверь. Ваши. Ваши. Да. Они мне сказали. Вдых тебе. Учитывая личность подсудимого, в действиях которого усматривается рецидив преступления, ранее он был уже осужден за аналогичное преступление, отбывал наказание в местах лишения свободы, я полагаю, что наказание должно быть связано с реальным лишением свободы. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему Сергею Руп грозит до 8 лет лишения свободы. Что решит суд, станет известно уже скоро. 50 должников, 1 арест сотового телефона и 10 постановлений об ограничении выезда за пределы страны. И все это за 6 часов работы. Судебные приставы, инспекторы ГИБДД проверили омских водителей на наличие долгов. У одного рулевого даже пришлось изъять автомобиль. Почему, сейчас расскажем. Я заплашу бесплатно все деньги. Этому мужчине пришлось прервать свою поездку. Автоинспекторы традиционно просят предъявить документы. Но у него их нет. Ни водительских прав, ни доверенности на машину. Подозрительного рулевого пробивают по базе должников. И тут он есть. Не оплачивает коммунальные услуги. Сумма превысила 10 тысяч рублей. Эвакуатор увозит Тойоту на спецстоянку, а должнику вручают график явки в отдел судебных приставов. Я вам сказала, телефон в руках нужно держать для того, чтобы мы сейчас оставили, во-первых, акт опись ареста. Я его мандал. Что? Вы его? Да. Хорошо. Вот телефон в разобранном состоянии. Сироп это съемок. По той же базе должников удалось выявить еще одного нарушителя. Этот мужчина – индивидуальный предприниматель. По закону обязан платить страховые взносы, однако делать он это не спешил. В итоге у бизнесмена накопилась задолженность в 30 тысяч рублей. Если сумма превышает 10 тысяч, судебный пристав имеет право арестовать имущество на месте. Цель данной акции – выявление должников, взыскание штрафов. Должник, в свою очередь, может добровольно выдать денежные средства. Судебный пристав-исполнитель принимает по квитанционной книжке. Работа сотрудников ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов оказалась весьма плодотворной. Специалисты вручили почти 40 требований о явке в отдел. Приняли более 70 тысяч рублей у водителей, пожелавших погасить задолженности на месте. Такой мобильный пункт будет объезжать дороги Омска не реже одного раза в месяц. На сегодня это все криминальные новости. Увидимся, будьте осторожны, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok